Некоторые сейчас говорят, что мы не можем понять чистого преданного, потому что нам нужен другой чистый преданный, когда мы сможем понять. Ну, имеется в виду Прахупада. Но вот сам Прахупада, он говорит, если вы хотите понять меня, просто читайте мои книги. И доказательство этому можно найти в Бхагаваддите, в предисловии к английскому изданию, где Прахупада пишет, на основном, цитирует. Вы можете сказать, я в чем вопрос, потому что неважно вам по сути понять. Хорошо. Я сначала перевожу сансквический текст, затем английскую транслитерацию, перевод каждого слова, анициативный перевод и комментарий. Такой метод позволяет сохранить подлинность и научность произведения, и дает смысл его очевидным. То есть Прахупада говорит, что мои книги, они очевидны, и не нужен другой человек, который мог бы вам объяснить это. То есть, допустим, Гаслами Махарадж и Чандра Маули говорят по-другому. Хотелось бы выяснить, пожалуйста. То есть, давайте в двух словах. Суть вопроса. Суть вопроса в том, можно ли понять чистого предного, да? Одни говорят, что его понять невозможно, другие говорят, что он, как сам Прахупада говорит, что он открывает себя через свои книги, да? Просто их читаем и сможем им понять. Да, это очевидно, он сам говорит. Да. То есть, это суть вопроса, да? Ну да. Окей. С вопросом, это как раздражение, но в основном, в основном, мы можем понять, что мы понимаем pure Девоте? В некоторых местах он сказал, что это не возможности понимать pure Девоте. В то же время, Шевропада, в его практике, говорит, что если вы читаете мои книги, вы понимаете меня. Потому что я переведу очень хорошо. Вы имеете в виду Санскрит, слово по слову, вы получаете месседжер. Ну, вот, что он сказал, что если вы будете читать мои книги, вы сможете понять, что я говорю. Но вы не сможете понять ум чистого преддного. Он всегда отличается от того, как вы пытаетесь понять его. Если можно, по кроме чем, ахараджу немножко. Чистый преддный находится не под вашим контролем, он под контролем Кришны. Если вы не чистый преддный, вы сможете понять ум чистого преддного. Он может пытаться сделать так, чтобы вы смогли понять философию, которую он преподает, но понять его ум, как он думает, что у него в уме, вы сами не сможете понять. С почитанием, он был таким острым, жестким, как молния и мягким, как роза. Чистый преддный такой же. Его сердце очень мягкое, но его ум очень сильный. Вы не можете понять, почему он говорит, что он говорит, что он делает. Некоторое, что он делает, но вы никогда не понимаете. В английском языке есть такая поговорка, что «свояк сваяка знает издарека». Философия, да, вы читаете книги чистого преддного, но вы не поймете. Продолжение следует. 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 Он приходит, он поднялся, поднялся, и ходил. Один предатель подумал, что я хочу вот эту обувь. Он просто взять эту обувь. Он просто эту обувь возьму. Он пошел в магазин и купил точно такую же пару обуви, которая была у Шибупады. Он подумал, что я буду смотреть, когда Прабхупад идет, и когда он уйдет свои обуви, я поставлю эти обуви, и я возьму свои обуви. Он подумал, я замечу, когда Шибупада войдет в комнату, оставит свою обувь, я его обувь возьму, а вместо его подложу ту, которую я купил. И так, этот предатель охотился за обуви Прабхупада. Он сидел, смотрел, когда Прабхупада туда уходил. В этот раз Прабхупада пошел в комнату в обуви. Он не оставил обувь мне в комнате с нами. И этот предатель думал, он никогда так не выступал. И следующее утро Прабхупада читал лекцию. Он сказал, не пытайся играть трюки, как сказать, играть со своим духовным учителем. Не пытайся обмануть духовного учителя. Провести духовного учителя. И однажды преданный, другой раз преданный хотел посмотреть, чем занимается Прабхупада, когда он внутри, как бы, сам с собой относится. И в двери есть такая замочная скважина. И один предатель смотрел туда. И как только он туда заглянул, он увидел глаз, который прямо у него в глаз смотрит. Вы никогда не поймете чистого предного и не сможете предсказать, что он с вами сделает. И почему он делает то, что он делает. Потому что он под контролем на Кришне. Это несколько примеров, есть много других. Вопрос, пожалуйста, вот у вас. У меня вопрос по той же теме. Ширококупада был отчарием основательным, вообще чистым преданным, воплощением мудрости, олицетворением разума. Как же тогда он мог написать книги, которые нельзя понять? То есть Широкупада такой разумный, такой мудрый, такой чистый, преданный. И написал книжки, которые невозможно понять. Да, потому что он сам говорил, что наша цель практична и так далее. А как он практичен, поэтому он дал книгу самое главное. А выясняется, что 70 томов, которые нельзя понять. Смысл. И то есть книжки вроде должны быть практичными, а понять нельзя. Как он понимает? А почему вы говорите, что невозможно понять? А почему вы говорите, что невозможно понять? Ну а как понятно Чандрама вы с вами? Как его объяснение понять, что нельзя понять ему настроение? Такое впечатление содержит, что ему настроение, он важнее, чем его книги. Он говорит, что, в общем, он говорит, что-то больше важно, что в голове происходит из мозга, но не в его книгу. Как вы говорите, что мы можем понять книги, но мы не можем понять, что в голове происходит из мозга. Как он подходит из мозга? Не беспокойтесь о том, что вы хотите, чтобы кто-то попытался прочитать, что у вас в уме. Если я целый день проведу, пытаюсь понять, что у вас в уме. Его ум, он проявляет его наставления, те наставления, которые исходят от Кришны, потому что он связан с Кришной. Мы никогда не сможем понять, насколько глубок и обширен океан. Вы можете пытаться его измерить, но глубину и размер его понять невозможно. A highly empowered pure devotee, like Prabhupada, you know, can't understand his mind. Because his mind is situated at the lotus feet of Krishna, and he's acting and serving Krishna all the time. So, if you're on that same level, then you can understand. But if you try to understand from this perspective, how will you understand? It's like a mouse trying to catch the moon, you know? If you understand his books, that's all you need to know. Then you can become Krishna conscious. So you read the books, and if you don't understand something, you ask questions. Если вы что-то не понимаете, задавайте вопросы. Это все. Все плохо. Это очень просто. Тогда буквально на секунду можно? Окей. Да, конечно, конечно. Задавайте вопросы. Можно читать книги Шири Прахубады и понимать. Правильно? Самому можно их понять. То есть, чьей-либо помощь. Правильно? Как Рахубады сказал. То есть, вопрос такой. Означает ли то, что мы можем понять книги Шири Прахубады самостоятельно? Либо с чьей-то помощью, да? Как вы имеете в виду, сами можем понять или кто-то вам должен помочь поменять? Шири Прахубады сам сказал, что можно понять. Ага. Вот у меня вопрос так, можно ли у меня? Заши, Вы по поводу говорили, что можно. Он говорит, что Шири Прахубада прочитал, что Шири Прахубаду прочитал, что мы можем понять книги Шири Прахубады. Да, мы можем понять книги Шири Прахубады, да? Да, да, Вы можете понять книги Шири Прахубада? Арибаум. Хорошо. Матаджи. У меня с мамой был странный спор. Она говорила, что преданные действует исключительно… единственный мотив – это любовь к Кришне. А я говорила, что действует также и сострадание. Вот какие мотивы заключают Прабхупаду, Любви и как будто право? То есть у вас был спрос с Матерью, вы говорили, что чистый мотив преданных... Ее мотив — это только из любви Кришны, да? А ваша сострадание? Everybody move up. Come on up a little bit. Because people are way in the back. Yeah, come on up. Come up a little closer. Yeah, come up, yeah. И то есть каковы были мотивы, чтобы Прабхупады, да? Только, пожалуйста, не перегревайте проекта. Олег. Спасибо. She has an argument with her mother, and her mother, she said that pure devotee is preaching out of love of Krishna. She has an argument with her mother, and she said that mother said that pure devotee preaches out of love to Krishna. И она добавила, что нет, он также может притчать из-за компасши. Так что она спросила, что было Шипа Пады? Что такое сострадание? Сострадание – это как элемент любви. Включается в любовь. Это большая часть любви – сострадание. Сострадание – это большая часть любви. Вы никогда не сможете отделить истинное сострадание от любви. Когда у вас есть любовь, у вас также есть и сострадание. Но у вас может быть материальное сострадание, но не полная любовь. Но это сентимент. Когда у вас есть истинная любовь, вы также будете обладать полным состраданием. Приведу пример. Приведу пример. Проповедь. Проповедь – это проявление любви в настроении сострадания. Проповедь – это проявление любви в настроении сострадания. The compassion means to feel for the sufferings of others and want to relieve that suffering. Сострадание значит чувствовать боль других и желать избавить людей от этой боли. So, because there's love there, there is the feeling that others are suffering, let me relieve their suffering. So, you can't separate them. Genuine compassion, not material compassion. Okay, thank you. Yes, please. In the past year, Chakra said that this seminar was set to the basis of the seminar. Yes, in the past year? Yes. In the past year, I was on all the seminar. There were 10 years. So, I became a part of the seminar, and I reached out to me the more experiences. I had told you about the seminar that I learned from the seminar. There were a few words in the seminar. когда говорилось о том, что мы должны установить Варнаша на Бузьмон, Дайва Варнаша на Бузьмон. Но вот за этот прошедший год я нашла несколько цитат и мне бы хотелось, чтобы он как-то проориентировал, так как у меня, он бы, однако, можно ли я зачитать сейчас? Сейчас давайте спрошу Махарджи, да? Да, . Я хочу спрашивать вас, я просто effortно, потому что затоtiered Сурешево в Праздовском семинаре, стандартный глава Бузьмон. Он сделал все эти лансы, и она получила экскурсии, и она началась About Суришево в педагоге, и с ней можно выбрать свое мнение, и она хочет получить все вопросы. Да, это хорошо, если она спросила эти вопросы? Очень горжи. Ясно, потому что мы должны начать эту ланс. Давайте какой-то один самый важный, самый такой, самый сложный вопрос, потому что он нужно стоять еще подчеркивать. You can come and see me after, and then I can try to answer all your questions. Или, может быть, Вы можете потом подойти, и Махараш может. Сейчас, коротко, просто, а потом мы перейдем какое-то еще. Давайте так, просто, что Махараш спешит. Вы один вопрос задайте, а там можно... Да, в общем, есть такая цитата, читание чрезвычай диктамлета Махия 6.178. Гааминтани, Шелфракфада Гааминтани. Это называется Би-блока Аратхана. И это высшая предписанная обязанность для всех живых существ. Она правильно осуществляется в системе Махарашан Атхана. Однако, этот уклад жизни трудно осуществить в нынешний век. Поэтому, читание Махарапраду советует нам не утверждать себя этой физической системой Махарашан Атхана. Мы должны заняться непосредственно востребованием Хаадика лично мантры. И просто слушать о верховной личности Бога, о чистых преданах. Этот процесс рекомендован при читании Махарапраду. И эта цель в изучении нет. И вот как это согласуется с тем, что... Здесь Шелфракфада прямо говорит о том, что мы не должны заниматься на нашем Махарапраду. И как это за голосуются с тем. Уоооо... Я думаю... Просто у меня появляется на самом деле, может быть мы как-то по-импоследствии. Это просто... Это только не работает. Я рада вам встретиться с вами позже и поговорить об этом. Но мы должны идти с этим. Потому что мы должны начинать этот большой вопрос. Обожайте. Хорошо. Хорошо. Мы поговорим позже. Let's begin the lesson, because... ...I can't go all the time. I'm gonna have a question for all of you. Is that a nice... You like that picture of Prabhupada? Okay, now... Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая фотография еще у Прабхады? Мы возьмем несколько... Какой вам больше нравится, когда он улыбается вот так, или когда он такой строгий, серьезный, как в Чаре? Он любит любого Прабхупада. Мы все поняли. Правильно поняли. Но иногда у нас есть какая-то любимая фотография, любимая проявление. Какое-то любимое проявление Прабхупада. Выражение, риса, и так далее. Любимых нет, да? А, это как специальная фотография, когда он держит одну флау и смотрит на флау. О, окей, и это сладкое. Это сладкое, конечно. Какой бы вам не нравилось, это самое лучшее. Когда он читает новый книг, он держит все. А, ага... ...всех, и так далее. А. 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 Скорее всего, любите есть, да? Он очень сосредоточен. Да, но кухни разговаривать нельзя. Он сам научил нас так, что когда вы готовите, нельзя разговаривать. Он очень строгий. Если бы вы хотя бы день с Пархупатой провели на кухне, вы бы никогда за дом не пошли. Потому что он был очень строгим. Коснулись лица, иди помою руку. Да, пожалуйста. В тот момент, когда ему задают вопрос, и он слушает вопрос. Пархупата слушает вас. Очень классный. Очень классный. Очень классный. Хорошо. В саду Бахтиринанта манера, известная фотография. С маленькой девочкой. С маленькой девочкой, да? Нет, нет. Тут рядом стоит как одна лота, сильная лота. На лужайке. А, Шукарбата, he's sitting on the field, and then silver water is there, in Бахтиринанта манер. He's walking in the fields? No, no, no. He's sitting, sitting on the wall. Sitting. Sitting in the fields? Yeah, he's sitting. That's nice. I actually have that picture. На самом деле, у меня есть эта фотография. That's nice. Хорошая тоже. Black and white picture when he went to Moscow. In Russia? Oh, with the Kremlin. With the Russian Orthodox Church behind it? That's a nice picture. Everyone likes that one. Was that Russian Orthodox Church? Or was that... Yeah, it was church. Who was? Yeah. There was a church behind it. Okay. Okay. So, when you're in the room, you're doing this. How? What? It's a smug, right? I'm talking about it. I'm talking about it. But I'm talking about it. Okay. So, Prabhupada, he's giving class, and then he makes like a gesture. I'm speaking right to you. No, you like that. You like the strong Prabhupada. That's sweet. That's sweet. Make the point. Did you ever see the one where he's making the face like a demon? That one's sweet. And that one goes back to 1967 in New York. Making the face like a demon. When Prabhupada walks surrounded by his disciples. Ah. The morning walk. Yeah. Okay. We all have our favorite Srila Prabhupada. Prabhupada's for everybody. And if you see, you notice his face is very expressive. If you see his face, it's like you're reading the whole world in his face. You can see the whole world in his face. Yeah. He speaks a lot through his face. He speaks a lot through his face. Okay. This lesson is called your Srila Prabhupada. Okay. This lesson is called your Srila Prabhupada. Okay. Begin. Srila Prabhupada is for everyone. You can read. Shall I read? Yes. Next. Does anybody know where this picture is? Who knows where this picture is? Where it is the picture? Where it is? Right here. The President. The seat is getting off the plane in one European country. This is a trip. Yes. France. Paris. Yes. France, Paris. Very good. Thank you. Очень хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Шопрубада основал больше сотни храмов сознания Кришны, школ, ферм и ресторанов. Параллельно с этим он написал и сдал десятки переводов и комментариев к основным писаниям Айшнавов. Насколько кто-то знает, сколько всего сейчас в мире храмов, ферм, ресторанов существует в сознании Кришны? Здесь не перечислено, но так и иначе. У нас уже больше ста. То есть, ой, ой, прошу прощения, шести ста. Больше, больше, чем шестьсот. То есть, это все расширяется, движение расширяется. При этом он дал посвящение тысячам учеников и вдохновил сотни тысяч других понять, что Кришна – это верховная речность Бога, независимо от касты, цвета кожи, вероисповедания или принадлежности к определенной культуре. То есть, это последний урок, вы можете задавать вопросы, потому что мы сейчас просто пытаемся показать, что Прабхупада – он для вас. Что он сделал, кем он являлся. Прабхупада – он для каждого. То есть, Прабхупада – он для каждого. Крабхупада – Крабхупада. То есть, что в случае, как Шахтая Веша-аватара, которые в Харико Махаманту, превdemо не получив полномочия от Верховной личности Бога, Шичи Танни Мага Прабхуп. Те, кто это сделал, уполномочены Господу, поэтому их иногда называют А беши Аватарами, или Уполномоченными воплощениями, поскольку они наделены могуществом Шичи Танни Мага Прабхуп. Продолжение следует... 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 Наставления Прабхупады наиболее важны для каждого преданного искон. Книги Прабхупады воплощают его учения и должны приниматься в качестве стандарта для всех поколений искон. А-ха, his books. He's for everyone. He's Sikshya Guru. His books are embodiment of all his teachings. Read the books. Everyone is reading every day, right? True? I think the first lesson I asked the devotees, how many of you are reading Прабхупад's books every day? I think we got fifty percent. Should we do it again? How many of you either read or hear Прабхупад every day? Your life is successful. Because even if you don't understand it, it still works to purify you. When you understand it, of course, you get much more benefit. But still, just by coming in contact with the sound vibration, you get purified. Can I tell you a personal story? Would you like it? I remember reading that statement. Прабхупад was asked. He said, Прабхупад, the devotees asked Прабхупад, when you leave us, how can we associate with you? He said, I'm in my books. You read my books. You can associate with me directly. Personal story. I was reading Bhagavata. I was reading, 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 reading. After some time, I was no longer reading, but I was hearing Prabhupada's voice speak the words as I was reading. It was no longer me reading, but it was me hearing what I was reading with Prabhupada's voice. It went on for some time also. And then it stopped. And Prabhupada wanted to say, yeah, I'm in my books. You just read me. You read the books. I'm here. Because the connection with the pure devotee is instructions. Prabhupada would read his own books. What author reads their own book? Right. Somebody writes a book, they read it, and get it figured, and then they put it, and everybody else reads it, right? Обычно, когда кто-то пишет книгу, он ее так прочитал, все составил как надо, и ставит на полку, а пусть другие читают. But Prabhupada would sometimes read the Krishna book to the devotees. And sometimes there would be some funny part of the story, and Prabhupada would laugh. And then he would look. The devotees were surprised that he's laughing, reading his own books, you know. And Prabhupada would say, Krishna is speaking, I am writing, that's all. These are not my words, these are words of Krishna. I'm just writing them down, that's all. So, Prabhupada was a medium for Krishna's message. So, yes. So, for a little bit of you were living the thybrud, so let's be a client to what happened… We read it. When courts are would you rather women to care? Слова правопады важнее всего основного, то есть, если я расскажу где-то, как правопады, которые противоречат каким-то оставлением уходного учителя, я могу отспорить типа слова, это не значит, что я хочу, конечно, сказать, почему это? Слова чьи? Слова духовного учителя, да? Слова духовного учителя. Вы можете даже книги правопады читать, и в некоторых местах, которые вычитывали их, как правопады, которые вычитывали, как правопады, которые вычитывали. Видеть, что Он сам себе противоречен. Да? Видели такое? Вначале? На одном уровне, в котором это воспринимаем, это может казаться противоречием, но на более высоком уровне противоречий нет. Как Прабхата говорит, что Сознание Кришны очень простое. И затем Он говорит, оно очень сложное. Оно и простое, и сложное. Итак, что собой представляет по-настоящему Сознание Кришны? Какое оно? Для кого-то оно простое, а для других оно сложное. И как его сделать проще? Иметь решимость. Если вы исполнены на решимости, это просто. Если вы исполнены на решимости, это просто. А если у вас ее нету, вам это будет очень трудно. Невозможно практически. Итак, когда вы слышите противоречия, вам нужно обязательно задавать вопрос. Чтобы понять, что имеет определенный чтобы понять, что имеете ввиду, потому что есть разные оттенки, как сказать, точки зрения и разные оттенки того же самого момента финансовского. Just like in the first canto of the Srimad Bhagavatam, you have the story of Maharaj Parikshit and Kali, the personification of Kali. And Kali is beating the legs of a bull, and the bull is suffering. And the bull is suffering. And Maharaj Parikshit comes and chastises Kali. Then he asks the bull, what's the cause of your suffering? And the bull gives different answers. And he mentions, well, some philosophers say material energy is the cause of suffering. Some people say that one's karma is the cause of suffering. Some people say the meeting of the material energy with the living entity is the cause of suffering. And there are other people who say that the meeting of the material energy is the cause of suffering. So, for about five verses, Bhagavatam gives different reasons why people suffer. And you can even say, well, Krishna is the cause of suffering. You can even say, well, Krishna is the cause of suffering. Because Krishna created this whole place. So it's his fault. So, from different angles of vision, the cause may be different. So, that's transcendental philosophy. You have to really discuss it and understand it according to how it's being presented. Right? Even on a material level, a person might see a woman and say, oh, she's so beautiful. Another person will say, what do you see? She's ugly. Who's right? They're both wrong. It's the nature, it's just the way life is. Life is full of contradictions. You have to go to the higher platforms. It says, even if you see two great souls arguing and they're disagreeing, if you agree with one against the other, you become, you offend, you're an offender. So, really, you talk, if you talk to Banu Swami, He's a Shastra expert. And he can show you verses in the Srimad Bhagavatam that shows that the ultimate truth is impersonal. Yeah. From different angles of vision, you can come up with different ideas depending on what you're looking for. So, what's the truth? Mahajinoyenakita sapanta. That's the truth. If you want to understand what is truth, it's in the hearts of the pure devotees. So, when you follow a pure devotee, you understand the truth. Philosophy is there, but there's a lot of contradictions. Apparently. Yes. Yes. Apparently. Okay. That's all. Okay. What the other people told you about pro lightfall is in love and it's the last looks like that nature is not the place in the heart. То есть, как я понял, что вот есть книги Прабхупада, в них куча противоречий, еще кто-то противоречит Прабхупаде, добавляет, да? Да, то есть, самим противоречия Прабхупада, они же не может быть, то есть, он просто для разного уровня, 10 тысяч лет. А мы, то есть, должны давать наставление Прабхупада, которое не для каличиев, да, а для рэшнау. А Масочи задал вопрос, если кто-то противоречит наставление Прабхупада, и как мы можем задать ему, например, там, мы расстояем Прабхупаде, а мы наставим то есть, если кто-то противоречит, то как можно тогда это противоречить? То есть, как это совпоставить? Если у Прабхупада нет противоречий, получается, по резолюции GPC, мы тогда должны сказать, что вы не правы, потому что Прабхупаде – это главный шаг, который в России. То есть, когда кто-то, вот, противоречит тому, что с него покупать, и мы должны верить, что там противоречий нет, да? Ну, что да, не Бог противоречил Прабхупада, нет противоречий. Ага. И вот, как называют противоречия, вы противоречия, как же, как сказал. СМЕХ 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 ОЛЕОН СМЕХ 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 Все получили благо от вашего вопроса, но я ничего не понял. Простите, Маташа. Есть 100 вопросов, окей. Да, мы продолжим. Можно подробнее объяснить принцип принятия наставления? Говорится, что один из аспектов понимания наставления Духовного Учителя — это смирение. Знание течет сверху вниз. И в то же время Ханума, когда Кришна рассказывал Бхага-дизу, он не понял Бхага-дизу. Он был на флаге, да, и ничего не понял, да? Да, хотя он обладал всеми качествами в отношении к Духовному Учителю и смирению, в отношении к Духовному Учителю. То есть смирению и всех, которые он обладал к Духовному Учителю. Почему он так не понял? Давайте еще раз попробую понять вопрос. Для того, чтобы понять Духовному Учителю, наставление, знание, что перешло, надо быть смиренным. Да, да, один из аспектов. И как это смирение проявляется? Например, Хануман-то был смиренным? Почему Хануман не понял Бхагалагию? Потому что он обладал всеми качественными учениками. Ага, да. То есть как бы вроде внешне на флаге был, да? Хотя бы смиренный был, да? Я понял, да. Хорошо. И еще как быть смиренным? Да. Есть ли какие-то короткие вопросы? Ну, я сделаю это короткие. Он спросил о том, что иммунитет. Потому что, чтобы получить знание, нужно принимать в умный позиции. Но, в самом деле, Хануман, он был очень смиренным, потому что он был бюджет. Но он был на бенере, и, therefore, он не мог бы понимать Бхагавад Гитой. Умилитель, есть много вещей, которые мы можем сказать. Умилитель, это означает, что я не знаю, но Кришна – это все. Но смирение проявляется во многих вещах. Но самое главное, что мы понимаем, я не что себе представляю, а Кришна – это все. Я не могу ничего сделать, но Кришна все может сделать. И если Кришна меня уполномочит, я смогу сделать все. Умилитель означает, что в иночном себе я не могу ничего, но с Кришной я могу сделать все. И когда вы уполномочены Кришной, вы можете столько много вещей сделать. Но это не ваша проблема, это не ваше преимущество, это Сила Кришны. И смирение значит понимать это. Хануман столько много всего сделал, но он понимал то, что сила эта пришла от Господа Рамачандры. Это все. Но если вы понимаете, вы должны знать, что я не могу ничего сделать, но Кришна может все сделать. И поэтому с Кришной я могу сделать великие вещи. И у него вопроса, почему не Хануман не понимает Бога Гуята? Как он говорит, что он был в Кришне, он был в Кришне, и он был в Кришне, и он был в Кришне. И поэтому Бога Гуята не был в Кришне. Это было многое. Да, но Кришна хотел бы праздновать, потому что Ханаман делал очень хорошие служения. Кришна позволила его праздновать в форме флага. Ну вот, Кришна вообще поместил его туда, на флагу, позволил ему там находиться, потому что Ханаман, вот раньше он совершил служение Кришне. Anyway, Ханаман doesn't care about Krishna. He likes raw. If you talk to him about Krishna, he's not interested. Если вы с ним будете о Кришне говорить, ему это неинтересно будет. Однажды Кришна был в Двараке. И он обратился к Гаруде. Гаруда, go call Hanuman and tell him Krishna's in Двараке, and Krishna wants to see him. So Hanuman flew all the way to where Hanuman was in Ayodhya, and he was worshiping Ram. И Гаруда прилетел туда, где был Hanuman, там была Ayodhya, где Hanuman поклоняется Господу Рома Чандре. И Гаруда said, Hanuman, Krishna's in Двараке. He wants to see you. Let's go. You can even jump up my back. I'll give you a ride. И Гаруда сказал, Hanuman, Krishna, в Двараке. Он хочет тебя увидеть. Полетели туда. Хочешь, садись ко мне на спину. Я тебя довезу. Hanuman просто продолжил поклоняется Господу Рома. Гаруда сказал, let's go. Krishna's waiting. И Гаруда говорит, пойдем, пойдем, Krishna ждет тебя. Hanuman начал гневаться. И он своим хвостом так вот стукнул Гаруду. И Гаруда прилетел обратно по Двараке, и не надо было даже махать крыльями. И Гаруда... Гаруда... Гаруда said to Krishna, he's not coming. И Гаруда сказал, Krishna, он не пойдет. And then Krishna said, alright, now tell him, Rama is in Dvaraka. And now go get him. И тогда он сказал, давай, отправляйся к нему обратно, скажи, что Рама в Двараке. И Рама хочет... So Krishna took the form of Ram. Итак, Krishna принял облик Крамачандры. And he told Balamama to take the form of Lakshmana. And he told Satyabhama to take the form of Sita. And he told Satyabhama to take the form of Sita. She said, no. So he said, okay. So he tried Rupmini. Rupmini agreed. And then Garuda went back. And he said, Garuda, Hanuman! He said, you come back again? And Hanuman looked at him. And he said, you come back again? And he said, you come back again? Rama is in Dvaraka. He wants to see you. And he said, Rama, Dvaraka, he wants to see you. Where did he go? He was just here. Wait, wait, where Hanuman? Where did he go? He was just here. And when Garuda got back, Hanuman was already there. And when Garuda got back, Hanuman was already there. So you can't bother Hanuman with Krishna. You can't bother Hanuman with Krishna. You can't bother Hanuman with Krishna. Rama Bhakta. His Ishtadeva is Rama. Next slide. Who would have to finish this line? If we have like one day of Brahma, I could take all your questions. If we don't have all that time. We can take some more questions as we go along. Okay. I have some more questions for you. Next one. Shira Prabhupada should be worshipped daily by every member of his God. Okay. I'm going to ask you a question now. How does your spiritual master connect you with Prabhupada? Any volunteers? How does your spiritual master connect you with Prabhupada? Any volunteers? You like to ask questions so you can answer that. You like to ask questions so you can answer that? You like to ask questions so you can answer that? His spiritual master is a why media. His Prabhupada is a representative, and he is a why media between me and Shira Prabhupada. Yeah, but... That's true. Это правда, но как Он Вас соединяет с Прабхупадой? Что Он Вам говорит? Он дает Вам какие-то особые наставления о том, как Вы можете связаться с Прабхупадой? Да. Он говорит, что миссия Прабхупады заключается в том, что главным же желанием Прабхупады является то, чтобы Вы Проведовали. И поэтому я каждый день распространяю книги для удовлетворения моего духовного учителя Прабхупады. Он говорит, что Прабхупада's mission is to preach, и поэтому каждый день я распространяю Прабхупаду's books. Хорошо. Когда Вы читаете Прабхупаду, Вы связываете с его миссией. Да. Если Вы прозрачь и Прабхупады, Вы соединяете с Своей миссией, да? Наставник нам рассказывает о том, каким образом он творится Прабхупаду и говорит о том, что... Маккоро, пожалуйста. Коротко, пожалуйста. Потому что мы уходим от времени. Мы упаздывали, у нас мало времени осталось. Да. А оставник, как Вы стояли к темам, кто угодно говорить Шива Прабхупада, к темам служениям, для того, чтобы развить личное отношение со Шивой Прабхупадой. Спиричный Мастер, он говорит, как мы можем прозрачить Прабхупада. То есть, если вы делаете, то мы можем прозрачить Прабхупада. То есть, он вдохновляет Вас следовать Прабхупаде, следовать Прабхупадам. Это не неправильные ответы, просто разные ответы. Максим, у вас есть какая-то версия? Делится своим вкусом. То есть, мы смотрим на Его служение. Вкусом служения кому? То есть, его любовью, его эмоциями. То есть, мы видим Его вдохновение в служении Прабхупаде, и мы сами также вдохновляемся. Каждый духовный учитель несет ответственность за то, чтобы побеждать следовать наставления Прабхупада. Еще следующее. Какой из них вам больше нравится? Connect with your Śrīla Прабхупада. We have our... He's the cook over here. Тот слайд, который связывает Вас с нашей Прабхупадой. Есть тут Прабхупада готовит. Это в Ньюталаване. Прабхупада читает Свои книги. Прабхупада в Лондоне. Это Малати. Сверху, в правом углу, это Малати с Прабхупадой. Это Хиппи хилл в Сан-Франциско. Это Сан-Франциско, холм хиппи. И все хиппи собрались. Это Бхакдивиданта манер. Там как раз таки, прямо на лужайке, как Вы объясняли. Connect with your Śrīla Прабхупад. Это то, что помогает Вам связаться с Вашим Прабхупадой. Связываясь через духовный звук. Кришна присутствует в звуковой вибрации. Он немедленно проявляется звуки, когда повторяют Хри Кришна или рассказывают Бхагават-киту и Бхагаватам. Поэтому нам надо больше внимания уделять звуковой вибрации имени Кришны или словам Духовного Учителя. Тогда мы будем счастливы и неразлучны с Ним. Рекция по Бхагаватам 7.9.12 в Монреаль, 18 августа 1968 года. So, through sound vibration. Итак, звуковая вибрация. Connect. Next one. Connect by finding and making your best contribution to our founder Acharya's mission. So, you should think, what can I do to spread Krishna consciousness? Okay, any volunteers? Anybody gonna make a resolution? Кто-то может как-то как резолюцию сделать. Я буду. И так далее. Или я хотел бы. Show by our own example of the people around us and not spread rules. Example and move. To my voice. Being an example. Быть примером. По-русски скажите, поклонничий, пожалуйста. Очень плохо слышно. By his own example show. Show people what does it mean to live in Krishna consciousness. But by his own example show people how to live in Krishna consciousness. Oh, preach by example. Behavior. Yeah, behavior is higher than philosophy. Yeah. How you act is more important than what you say. Thank you. Anyone else? Who else? To share. Like to give Maha-Prasad and Maha incense in this way. Distributing incense. So we should all think, what can I do to spread Krishna consciousness? I mean, some of us are doing books. Some of us are giving classes. Some of us are teaching our children. Some of us are teaching our children. So all these things are spreading Krishna consciousness. Some of us are leading kirtans. Some of us are painting pictures. Some of us are painting pictures. Some of us are cooking nice prasada for the bodies. Whatever you do, if you do it in the best possible way, that's preaching. If you do it with such attention and care and as an offering, no matter what the service is, even if it's cleaning the floor, that's preaching because you're setting the example. So Bhakti means to put your heart into whatever you're doing. Bhakti means to put your heart into whatever you're doing. Put your attention and your heart into it. And that's Bhakti. And you can do that when you know it's for Krishna. You can do that when you know it'll please my spiritual master, it'll please Prabhupada. So we always try to do things as nice as possible with as much devotion as possible. And that's Bhakti. And Krishna will accept that. But if we're thinking, I gotta get it done so I can do something else, then... And we miss out. Okay? That should make sense. Okay. Alright. Here we go. Whoa. So when you become serious to follow the mission, this is a verse, you actually see Krishna directly. This is important. This is actually a verse from the Swetha Svataropamshats but it's mentioned in the Bhagavatam that when one becomes fixed on the instructions of the spiritual master and executes their devotional service in that mood, they can see Krishna face to face. Okay. Now we're going to change gears here. Ready? Who's that? Anybody know who that is? Who's that? 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 Вы получите это от меня. Это называется система Парампы. Нельзя перепрыгивать к предыдущему Ачарье, перенебрегая по следующим Ачарьям, идущим вслед за ним. Лекция по Бхагаватам, 1.15.30, Лос-Анджелес, 8 декабря 1973 года. Парампады было много проблем, они до сих пор продолжаются у нас в нашем обществе, когда люди пытаются читать какие-то другие книги других учителей, чтобы получить больше информации. Но все есть в книгах Пархупады. Если вы будете внимательно читать и изучать, вы все там найдете. И, если вы будете под руководством Шевруппада следовать сочетанием Махаправо, который находится в настроении жителей Вриндавана, вы попадете туда, в Вриндаван. Вопрос, пожалуйста. В других местах Пропады говорят, что Шевруппада обязательно должен читать Прихад Бхагавадамрита в другие книжки. There are places where Shāprabhāta says, he gives instructions that one must read Прихад Бхагавадамрита, Джиукасвами's works, Bhaktivāna-Kura's works. How do you understand? Yeah, if you follow the ones he says, now he's referring to just going, what do we say, randomly to anywhere. Like he said, you should read, you could read Bhaktivāna-Kura's books. But Bhakti Siddhānta, he said, very difficult to understand, he said, you can get Bhakti Siddhānta from me. And Prabhupāda was preaching to Westerners, Westerners mostly, and Bhakti Siddhānta was preaching mostly to the Indian congregation. So, the message is the same, but the presentations are different. So, yeah, certain things you can do. You can read, I mean, Prabhupāda did say, you can read Jīva Goswami's Sandarbha. But, then the question is, who's translation? There's about three different translations floating around Iskanda. So, when Gopipurānanda Prabhu did Brihad Bhagavatamrita, it was authorised, it was done under the guise of Iskanda. So, when Gopipurānanda Prabhu did Brihad Bhagavatamrita, it was authorised, it was done under the guise of Iskanda. But, I remember, when I was a Brahmachari, I got a copy of Brihad Bhagavatamrita, and I was reading that, just like two, three years in the movement. It was a Gaudiya Maddha publication. And, I can't say I really got a lot out of it, but, when I read, you know, Gopipurānanda's, it was authorised, and therefore, it had more effect on me. You have to get the pure message from the pure source. You have to get the pure message from the pure source. Okay, does that help? Yes. Where did Gopipurānanda say that we can read Jīva Goswami? He said, he didn't say Jīva Goswami, he said the Sandharvas. I think he said the Satsandharva, or the Satsandharva, or the Satsandharva, or the Satsandharva. There's one statement, and Prabhupāda said, that's the whole science of bhakti. I think you know better than me on this one. You quote that. Well, have you read bhakti-bhakti? Have you read the bhakti-bhakti? Not yet. Well, read that first. And then you can read, these things you can read, but you should read Prabhupāda's books first. Okay? I mean, if we jump over Prabhupāda, then we become like this guy. We can't jump over. We should get it. Prabhupāda's giving us Krishna according to... The thing is, Krishna's gonna give us His mercy if we follow Prabhupāda. We like to go everywhere and anywhere for information, but that's dangerous. Yes. But it can be dangerous. Yes. He has one, he found one contradiction from Bhakti-bhakti. Can you please give him some explanation? Anyway, some short, small contradiction. Prabhupāda says that we cannot eat meat, but then he says if you cannot avoid eating meat, just don't eat cow's meat. That's time, place and circumstance again. And he said, just like, he actually used the example of Russia, when there was no food back in the communist time. When Prabhupāda came to Russia, all he could find was sugar and potatoes. So some devotees said, Prabhupāda, you know, there's nothing to eat. Prabhupāda said, eat meat, but preach. So that's, in other words, if you give up your service because you're not eating, then you have to eat what's available. But don't take advantage of that. That's an emergency situation. So you have to know the instructions according to the application. You have to know the instructions according to the application. Next slide. Next slide. And no jumping into. Okay. So, this is important. Это важный принцип, а духовный учитель должен наблюдать за учеником в течение года, и ученик должен наблюдать, как бы присматриваться к духовному учительу в течение года. Прежде чем они узаконят и сделают более специальные свои отношения между собой. Как у вас здесь проще, потому что у вас есть кураторская система, и вам помогают во всех важных вопросах, но есть места, где люди не знают, каким образом выбирать духовного учителя. Как эти отношения устраивать, и поэтому мы должны понимать, что прежде чем принять духовного учителя, мы должны присмотреться к нему. Кого тут как бы должен пройти минимум, пока вы серьезно его примете. Окей, any questions on this one? Нет, вопрос нет. This one's important. Это важный момент. Вот это утверждение, как вы понимали, потому что скажем, что есть другое утверждение... У вас погромче, я не слышу. Есть другое утверждение, где говорится, что абонировал в уровне преданного, он может понять только только появляться на этом журнале. Ну что значит проявлять, как оно можно понять? То есть, как на самом деле есть преданные, которых... Да, я понимаю, я просто повторю, что мы должны присмотреться к духовному учителю, попытаться понять его, как можем его понять. Да, как присмотреться. Только свой может понять своего, да? Но, в то же время, это говорит, что мы не можем понимать пуре девочек, мы не можем не понимать пуре девочек. Так что, какая наша возможность понять, что это нашим мастерам, который был квалифицированным. Их можно понять, что вы будете долгое время слушать, что он говорит. То есть, в процессе слушания вы получаете вдохновение через процесс слушания. Найдите кого-то, кто вас будет отправлять. Или, по крайней мере, один-два человека. И слушайте, что они говорят. Через какое-то время Кришна проявит во всём. Но, initiация никогда не является первым шагом. Обычно, первый шаг — это принятие приближающего. И вот здесь говорится о том, что вот, когда вы приняли приближающего гуру, вы должны в течение минимум года рассмотреть. И вы можете, например, принять приближающего кого-то одного, и затем, через какое-то время поменять, посчитать то, что кто-то другой больше достоин, ну, как бы, больше подходит вам, чтобы принять у него приближающего. Just like, sometimes people get married because the person attracts them physically. But then, physical attraction wears off after a few years. And people have to learn to live together based on higher principles, not just physical attraction. So, it's good to observe your spiritual master for quite a while until you actually are sure that this is the person you want to take shelter of. So, you try to get some association, but most important is to hear as much as possible. Another statement is from the Hare Bhakti Vilas, which is written by Sanatana Goswami, which was given to Sanatana Goswami by Lord Chantanya Himself. So, Lord Chantanya is actually making this statement. Sanatana Goswami is writing it down. And it comes from both sides. The spiritual master also has to observe, receive the disciple, is qualified to be a disciple. So, this is important. So, this is important. Did I answer your question? He says that it's... I understand. Most of the time we don't have physical association with the spiritual master, but here it is said that we have to observe our spiritual master. Well, you have to listen tapes. So, you have to listen, tapes. Вам нужно слушать лекции, записи лекции. Vakya. 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 Sound vibration, that's more important. And then you can get some, some personal association. And then you can get some personal association. And you can get some personal association. And then you can get some personal association. And what exactly are important is the instructions. But the most important is the instructions. Okay. We got so many hands. Okay, first time. В первой лекции говорится про то, что он приходит в каждого из нас, и он приходит в разное время в разных формах, с одним из посланий от прежних и до семей. И как понять этот процесс в связи с рамках ищите? Это как воспоминание, мы выбираем подобных учителей, что у нас в духовном мире, как вспоминают, как выстраивают специальные отношения, или у кого-то другого? То есть у нас есть… раньше говорили, что у нас есть духовный учитель, вечный духовный учитель, который может приходить в разных обликах, и как-то происходит, мы его встречаем, вспоминаем, что это наш Гуру, либо как-то по-другому, да? В одной из ответов, которую вы говорили, что мы имеем eternal spiritual master, который приходит в различных манифестациях, в различных формах. Как это работает, когда мы понимаем, что это наш спиричу, master? Do we remember that, ok, here he is, who came to us? Or it happens in another way? Кришна в вашем сердце. You'll know. That's why we have to hear long enough, and then you'll learn, you'll know by hearing. И поэтому нам нужно долгое время слушать его, через слушание вы все поймете. Кришна проявит это для вас, вам нужно просто слушать. Вы сами не разберетесь, но вы узнаете, что это он. Как Билва Мангала Дакур, когда он слышал эти слова проститутка, он понял, что на самом деле это не слова проститутки, а слова моего духовного учителя, который говорит мне вот эти наставления. Кришна проявит это. Насколько я проявляю, мы немножко не понимали, как это происходит. То есть на осмотрение ошибок Крупады не может быть самым, потому что аппетитация на соседние духовного учителя. То есть невозможно понять слова, если наставления духовного учителя, они противоречятся вам еще Крупады, то как нам быть, мы же Крупады не можем понять без наставления духовного учителя, как заколдованный круг, да? Ну или нет. Вы не просто – невозможно. Вы можете читать очень много книгши о Прабхаты, и если вам все понятно, то хорошо, если есть вопросы, вам нужно задаваться. Вы можете понять Прабхата непосредственно. Если это да, это хорошо, но если вы не понимаете что-то, то вы должны задавать вопросы. Если вы не понимаете, то просто спрашивайте у кого-то старшего. А в чем проблема? В чем вопрос? Вы можете спросить? Можно спросить мне, потому что сейчас пришел Пархалан Махараш. Потому что Прабхата Махарача, ему сейчас нужно начинать рекцию. Простите, пожалуйста. И еще раз, если вы хотите студент-нотес, то вы можете найти Сарва Кьян-Праву. Он знает все. И он дает тебе студент-нотес, и вы можете почитать их снова. И просто дай ему ваш эмейл-адрес, и он сделает все. И это может быть не так, что-то. И это может быть не так. И это может быть не так. Потому что он должен перевелся из английского в русский. Но вы получаете это. То есть, если кому-то нужны вот эти материалы для студентов, вы можете ко мне обратиться. И я вам либо пошу по почте, либо я перешу вам на флешку. Но мне надо какое-то время, чтобы я перевел это на русский язык. Потому что там все на английском. Сила Прабхупат Ки! Жан! Сила Прабхупат, our founder, Атчария Кей! Жан! Гор Приминанды! Сейро! Сидейши, что шел Чандрамонисвай Махараджики! Жан! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ